Заниматься спортом смогут теперь жители поселка Песачин под Харьковом. На открытие нового спорткомплекса пришли почти все жители. Дети выбирали секции, в которых они смогут заниматься бесплатно, а взрослые за символическую плату посещать тренажерный зал. Этот проект появился на бумаге еще в начале 2000-х, но стал реальностью только сейчас. Олег следит за футболистами на турнире по мини-футболу, который стартовал в новом спорткомплексе. Его и младшую сестру родители привели, чтобы выбрать спортивную секцию. Присматриваем, да. Хотелось бы футболом, человек говорит футболом, гимнастикой возможно. Взрослые же присматриваются к тренажерному залу. Взрослые тоже, мы тоже все сюда идем. Мы все ходим то на фитнес, то на этот цех, и альтернативы мало, поэтому это хорошо. В 25-тысячном Песачине, население которого постоянно растет, дети занимались спортом в маленьких и плохо оборудованных помещениях. Сегодня весь поселок пришел посмотреть на новый спортивно-оздоровительный комплекс. Почти полторы тысячи квадратных метров спортзалов. Раздевалки, душевые, новый инвентарь. Для детей секции будут бесплатными. Секции футбол, баскетбол, большой теннис, это в игровом зале. Второй этаж у нас предусмотрены контактные виды спортства. Это борьба, вольная борьба, это борьба самбо, боевое самбо, чуть повзрослее, это ММА. Айкидо также есть в расписании и бокс. Дети наперебой перечисляют, чем бы хотели заниматься. Я бы хотела баскетболом, а там надо кидать мяч, интересно. Я хочу заниматься роликами и на велосипеде. Волейболом. Ну, мне нравится этот вид спорта. Призер чемпионатов мира и Европы по синхронному плаванию Екатерина Садурская говорит, что из-за нехватки зала в области дети перестают интересоваться спортом. Мы будем делать майстер-классы из разных видов спорта. Для всех желающих, в том числе для детей, таким образом, мы делаем новую рекламу для видов спорта. И скажем, безусловно, куда можно обратиться. К концу года в Песочине обещают открыть еще и бассейн. Это уже третий спорткомплекс, введенный в эксплуатацию за последние три года в Харьковской области. Цего года мы сбудуем в каждом районе Харьковской области футбольные майданчики с штучным покрытием, где также могут дети заниматься спортом. И было принято решение, чтобы укрепить физкультурные майданчики, еще и волейбольными и баскетбольными майданчиками каждую опорную школу в области. Это гарантии от государства, что до социальной качества, жизни и стандартов. В этом году такие же комплексы, как в Песочине, откроют в Золочевском и Красноградском районах Харьковской области.